22 председателя района и свыше 400 примаров призывают избирателей голосовать во втором туре выборов за независимого кандидата Игоря Дадона. Они говорят, что своими земляками уполномочены защитить родные края от решений его оппонентки, которые не пойдут во благо ни людям, ни городам, ни селам. Продолжение следует... Игоря Дадона поддержали свыше 70 мэров и руководителей Резинского, Каларашского, Дубасарского и Новоанинского районов. Говорят, что они, выступая за действующего президента, выступают тем самым за развитие регионов. Игорь Николаевич Дадон – это тот человек, который уделил очень много внимания строительству и ремонту дорог по всей территории Республики Молдова, в каждой примарии. Хочу вам сказать, что Майя Санду блокировала этот проект. Игорь Николаевич Дадон делал и делает очень много для того, чтобы у нас в Республике не закрывались школы. А что делала Майя Санду, когда была министром? Мы все помним. Майя Санду – это закрытие школ. Майя Санду – это будут закрываться также и больницы. Мы призываем всех жителей нашей прекрасной страны 15 ноября выйти на выборы и проголосовать за кандидата, который своими действиями доказал, что любит нашу страну Республику Молдова, что ему не безразлична судьба нашей страны. 15 ноября голосуем за Игоря Николаевича Дадона. Представители местных властей, как и независимый кандидат, выступают за сохранение нынешнего административного устройства. В этом его поддерживают свыше 60 мэров из 7 районов страны. Майя Санду – это не так. По словам Марчелла Ченуши, жители страны до сих пор помнят период, когда они были вынуждены проделывать десятки и даже сотни километров, чтобы получить справку, которую сегодня выдают мэрия или районные структуры. Майя Сэнду не ответила на наши звонки, чтобы прокомментировать заявления народных избранников. В то же время представители местных властей, подписавших декларацию, в том числе из гагаузской автономии, заявляют, что им нужен президент, который будет вести равноудалённую внешнюю политику, от которой выиграет народ Молдовы. Игорь Николаевич – настоящий лидер. Он думает за свой народ. Он ездит в Москву, он разговаривает, переговоры ведёт в интересах республики Молдова, в интересах нашего всего населения. Если он находится в Европе, он опять-таки в интересах нашей республики выступает. И мы с вами почувствовали буквально после последних переговоров, у нас сегодня дешевле становится газ, у нас тарифы на электроэнергию становятся ниже. Но мы можем с уверенностью сказать, что Майя Сэнду не выдержала экзамен. Она, будучи премьер-министром, оставила пост и ушла. Трудное время для нашего населения. Я не знаю, как смогла бы она быть президентом, первым лицом государства. Представители местных властей также утверждают, что Игорь Дадон – приверженец традиционных ценностей и на протяжении многих лет проявляет уважение ко всем этническим группам в нашей стране. Лучшим примером является Тараклийский район, где в большинстве своём проживают болгары и украинцы. 80% из которых поддержали в первом туре независимого кандидата. Несмотря на языковое многообразие, мы едины в своей позиции на выборах в воскресенье и поддерживаем Игоря Дадона. Так поступят в Твардице, где более 90% населения составляют болгары. Так поступят в Балабанах и Алуате, где более 70% составляют молдаване. Так поступят в Чумае, Виноградовке и Мусаите, где более 70% составляют украинцы. Мы выступаем за мир и стабильность, за совместную работу во благо нашей общей Родины. Подписавшие декларацию призвали всех жителей страны не оставаться равнодушными, воспользоваться своим конституционным правом и сделать правильный выбор 15 ноября. 15 числа ноября от Кагула до Камрата, от Камрата до Единцев, Дандушан, Бельцы, Аргеев, Каушаны все мобилизуемся, выходим на выборы и мы на этих выборах обязаны выиграть. Мы опять дадим все голоса в пользу Игоря Николаевича Дадона. У нас Майя Санду не получит голосов. Редактор субтитров А.Семкин